В сквере братьев Никитинах сегодня началась обещанная ранее вырубка зеленых насаждений. Территорию расчищают от дикой поросли. Территория расчищает от дикой. Будут мешаться по проекту, будут высажены новые. Сегодня только вот этот порос. Да, то есть как бы практически только порос. Ход работ контролируют общественники. Часть деревьев, определенных под снос, экоактивистам удалось спасти. Смотрите, какая шатром она стоит. Одно удовольствие, прятаться от солнца, от дождя. Совершенно красивое и хорошее дерево. На ней груши растут маленькие. Она цветет. А то есть она даже кузноносит? Да, это усырьские груши, но маленькие такие груши. Они не вкусные, но они очень красивые. Она как-то зикая, да? Она декоративная, да. Она декоративная, собственно. Да, потому что очень красивая. Ольга Колесниченко, член рабочей группы по зеленым насаждениям в сквере Усырка, бывает регулярно. Дело в том, что, наверное, задача рабочей группы как раз и наладить коммуникации между администрацией, между муниципальными организациями. Для того, чтобы мы лучше понимали друг друга между общественниками и для того, чтобы мы понимали друг друга лучше и для того, чтобы в дальнейшем работа была адекватна реальному состоянию вещей. Здесь очень много различных факторов, потому что иногда плохо информированы рабочие о том, какие деревья спилить, какие оставить, иногда пилить подряд. И это нужно контролировать. Здесь важен контроль общественников, которые реально нужно делать. Потому что на каждом этапе, от момента принятия решения до момента результата, могут возникнуть всякие сложности, которые как раз рабочая группа и может решить. Это мое мнение, и я считаю, что главное – это налаживание коммуникации.